Совершенно некогда из-за школы. Больница — это классное место. Здесь полно игрушек и розовых тётек, которые просто жаждают поиграть с детьми. К тому же, здесь всегда под рукой масса приятелей. В общем, здесь они одинаковые. Дети, друзья, мама! Том, почему все в том и на высад, когда смотрят на тебя? Том, почему делятся с тобой шоколадом, приговаривая? Это же для Оскара. Почему никто не ругает тебя в последнее время? Всё просто. У меня рам. Недавно прошла операция. Нынче утром, когда доктор Десердоров осматривал меня, мне показалось, как будто я совершил какую-то ошибку. Доктор, вы ничего не ответили утром. Скажите, как всё прошло? Скоро я поеду домой? Скоро, малыш, скоро. Операция была очень сложной, но ты держался молодцом. Вот положительные результаты это точно есть. И я с уверенностью могу сказать тебе! Осталось десять дней. Что значит десять дней? А что по сону? Да почему же вы все молчите? Отверьте ты хоть что-нибудь. Тётушка Роза, скажи, почему мне прямо никто не может сказать, что я скоро умру? А почему ты непременно хочешь, чтобы тебе об этом сказали? Тебе и так всё известно. Не знаю. Мне иногда просто хочется поговорить с кем-нибудь. И рассказать всё-всё, ничего не скрываю. Ты можешь поговорить со мной? Нет, Роза, ты совсем другое делаешь. Ты и так всё обо мне знаешь. А если и нет, то всё равно догадываешься. Многие взрослые не хотят с этим общаться, потому что боятся услышать правду. Они часто меня делают с другого, если она как-то слишком большая. Тогда тебе стоит написать письмо. Я не хочу никому писать. Вот и пиши никому. Писать тому, кого он существует, ещё очень хочется. Тебе не обязательно в него верить просто. Ты можешь рассказать за то, что давно наболело. И каждый день загадывает одно желание. Да уж. Даже Джин исполнял три желания. Согласись, лучше одно желание в каждый день, чем три желания за всю жизнь. Писать тому, кого он не существует. Ну ладно. Работайте с ним. Меня зовут Оскар. Мне есть идея. Держите, что он поджалкой. Ах, не говорите. Я не могу. Я не хочу ничего знать. Вы всё исполнили. Поверьте, вы всё исполнили. Я понимаю. Вы хотите навестить его? Нет, мне не хватит думать. Нельзя, чтобы мой сын увидел меня в таком состоянии. И вот тут я понял, что мои родители трусы. Нет, хуже. Трусы, которые меня считают трусом. Оскар. 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 Хочу видеть тётушку Розу. Оскар, где ты был? Как ты себя чувствуешь? Хочу видеть тётушку Розу. Как ты очутился в этом чулане? Ты слышишь что-нибудь? Хочу видеть тётушку Розу. Ну, выпей воды. Нет, хочу видеть тётушку Розу. Выпей глоток. Нет, хочу видеть тётушку Розу. Я хочу видеть тётушку Розу. Выпей Розу. Браво, Оскар. Ты не здорово нападал. Но в результате они завидуют мне. Плевать. Это славные люди, Оскар. Очень славные. А мне на это плевать. Что-то случилось? Доктор Десюльдорк сказал моим родителям, что я скоро обогу. И они утрали, поджав воду. Ненавижу. Так ненавидит как можно сильнее. Это будет как кость. А когда ты загрязнёшь её, ты поймёшь, что она совершенно того не справилась. Знаешь, Оскар, я хочу, чтобы ты кое-что сделал. Начиная с сегодняшнего дня, смотри на день, мне то нравится десяти годам. Десяти годам? Да, ровно десяти. То есть завтра мне будут уже двадцать? Именно так. Привет, Никто. Я родился сегодня утром. Ну, это я довольно слабо помню. К полудню всё стало яснее. Когда мне стукнуло пять лет, я вошёл в сознание. Но это принесло не слишком добрые вещи. Сегодня вечером мне исполнилось десять. Это возраст разума. Как ваше здоровье, Судариня. Ах, это восхитительно, супер. А ваше замечательно. Так, пройдёте, синий монет. Так, не везу. Видела, она мне не мешает никакого. Смотри, Идика, где какая-то бомбина? Добрый день, дети. Ничего не добрый. Федди, милая, ты забыла сегодня, я вам обещала лекарство. Я это сделала. Сорочно. Хорошие девочки, так же прям не видел. А мы хорошие? Ну, а если я запричу, вы хотите своих палат? Ты там залез слезами всю больницу. И вам придётся ходить в мокрых пижамах. Хоть какое-то, будет здесь и... Кстати, что мы ведь у Костера? Он там. Что за безобразие? Тёпка Скороза, я должен тебе только в 12. В чём же? Мне кажется, ты определён. Кого? Пегги Блю. Пегги Блю. Голубая девочка. Она лежит в предпоследней палате. У неё какая-то мудрённая болезнь. Голубая. Что-то там с кровью, которая должна попадать в лёгкие, но не попадает. И кожа внезапно синеет. Она ждёт операции, чтобы сделаться розовым. Жалко, если это произойдёт. Мне кажется, в голубом Пегги Блю тоже очень красиво. Так, стоп. А ты говоришь мне об этом? Ну, не могу же я ни с кого ни с сего зарисоваться перед ними и заявить «Пегги Блю, я тебя люблю». Вот именно. Почему ты этого не сделал? Я даже не знаю, не знаю, что я в Африке существую. Тем более. Сколько тебе лет вошли? Не знаю. Что ли сейчас я? Десять часов. Тебе скорость тут не обязательна. Тебе не кажется, что нужно проявить свои чудесные названия? Что ж, хорошо. Привет, Тайфик. Здравствуйте. Ты сегодня хорошо выглядишь. А вчера? Ты вчера тоже. Но сегодня африк, если хорошо. Ты тоже. Пейдить. Я должен сказать, что я всегда буду тебя защищать. От головы? От призраков. Разве они существуют? Не знаю. Но я всё равно хотел бы тебя защищать. Спасибо. Пейдить. Это трудно. Я знаю. Что ты знаешь? Что ты знаешь? Я всё знаю. Дорогой Никто, скоро мне исполнится 20 лет. И это самый прекрасный возраст в жизни. О таком я и мечтаю к нему. Весь вчерашний вечер я провел с Пейгой. С моей милой Пейгой. Ты не представляешь, какая у неё улыбка. Ты никогда не видел таких улыбок. Мне бы очень хотелось вас познакомить. Но я не знаю, как это сделать. По-дому я уверена, Пейгиблю лучшая девушка во всём мире. И другой такой я никогда не найду. Вы посмотрите. Нет. Но вы тут точно посмотрите. Ужас, кошмар, безобразие. Это уже ни в какие ворота не лезет. Это же полное нарушение правил этики и дисциплины. Несчастные малыши. О чём вы только думаете? Что же вы делаете? Я немедленно сообщу главному врачу. Довольно. Вы оставите этих детей в покое или нет? Кому вы служите? Пациентам или режиму? Я не служу режиму. Я выше этого. Пейгин, иди к себе в полотку. Смотрите, какой интерфорный. Нет, Роска, там не пойдёт. Пейти мастер на другом. Вы изменили на три. Я буду играть только с нами. Тогда пейки больше. Стойте. Вы ничего не понимаете. Это всё не игры. А я давно уже не ребёнок. Мы будем гулять с ней вместе. Потому что я пообещал ей. Ясно? Мы теперь женаты. Я буду защищать её. Дорогой никто. Тридцать лет – это возраст забот и ответственности. Завтра погиблю в операцию, и мне придётся прожить без неё целых десять лет. Я ужасно волнуюсь за неё, потому что она слабая. А я не могу защитить её, ведь меня даже не спустят к ней в палату. Её усыпят и положат на носилки, и будут долго везти по больничному коридору. Потом, не меньше шести часов, она приведёт на операционном столе подниманием доктора Диссельдорфа. Он будет долго колдовать над ней. А потом... Тётушка Розова, почему ты не стопили справедливости? Кто это сделал? Что не происходит в сети вещей? Почему вы больны? Это наказание. Болезнь – это не наказание. Сразу видно, что вы ничем не больны. За что ты об этом знаешь? Я многое знаю. Не забывайте. Более, может, молниться 40. Сорок лет, возраст смятения и ошибок. Нам всем свойственно ошибаться. Но моя ошибка едва не стала роковой для меня и бояки. Весь следующий день после операции она не приходила в себя. В это время я слонялся по больничным средорам и наткнулся на свидание на двойку. Прив. Она не была особенно красивой, но по сравнению с Пекином казалось, что куда более здоровы. Мы провели вместе утром, затем день, потом гуляли весь вечер после ужина. Но я не знала, что она там поступила. Тедушка Роза, я просто не понимаю, как это было получилось? Это все в родилке среднего возраста. Кого ты любишь? Беги, только ее. Значит, ты должен сказать ей об этом. Мы никто. Странная штука это семейная жизнь. Сегодня ровно в 8 утра, когда мне стукнуло 50, я сказал Беги, что люблю ее и только ее. Она расплакалась. Кажется, я тоже плакала. Но все уже позади. Сегодня Рождество, и я сбежала из больницы, чтобы провести день у тетушки Розы. Оскар, больницы, тебя все ищут, вырядители просто в отчаянии. Почему я не удивлялась? Почему ты упрекаешь их? Они боятся меня, и чем больше энергии, тем больше я сам себе тоже с чудом ищу. Они боятся не тебя, они боятся твоей болезни. Моя болезнь это часть меня. Они любят тебя, Оскар, они мне так сказали. Вы говорили с ними? Да. А не завид, при том, как вы здоровы, хорошо общаясь. Нет, не завид, для них было грустно. Понимаешь, Оскар, конечно, ты умрешь, но ведь твои родители тоже были совсем одни, только упрекая себя в том, что они смогли подружиться с нами. Не говорите так. Оскар, конечно, ты умрешь. Ты умрешь, ты понимаешь это. Но разве тебе ты имеешь право забывать от любви? Кажется, я все понял. Дай мне телефон. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогой Никто, прошло три дня. Сегодня мне исполнится 80. Честное слово, я чувствую себя стариком. Тетушка Роза подарила мне растение. Она говорит, что она успевает вылезти и завянуть всего за один день. Гениальный подарок. Приходила в Беги, мы весь вечер читали медицинский справочник. Там столько красивых и непонятных слов. К сожалению, даже в досталости, я все еще очень многого не знаю. Но я счастлив, потому что в эти три дня не было ни одного плохого события. Удивительный мир. Доктор, я скажу вам, что ты, брось этот свой виноватый вид, не ваша вина, если вам хочется сообщать людям скверные вести и рассказывать про все эти болезни с лодинскими названиями и про то, что они неизлечимы. Вы всего лишь занимаетесь ремонтом. Притормозитесь, доктор. Если она пойдет дальше, вы далеко не потяните. Вы только посмотрите на свой вид. Спасибо, Оса. Ты так. Дорогой никто. Сегодня больница опустела. Я чувствую ужасную слабость и не могу гулять за остальными. А мои друзья только изредка заходят ко мне. Сегодня уехала Пэгги. Она вернулась к родителям. И вдруг я понял, что больше не увижу ее. Никогда. Мне ужасно одиноко. Мы прожили с Пэгги короткую, но прекрасную жизнь. А теперь я остался один. Мне так жаль, что я не сумел вас познакомить. Я не успел. Через полчаса мне исполнится сто лет. Не могу в это поверить. Время летит так быстро. Оскар, нам пора. Постой, Роза. Укол может подождать и до вечера. Нет, Милы, ты не понял. Тебе. Кажется, я буду скучать по вам. И вы по мне непременно скучайте. Пожалуйста, постарайтесь поменьше грустить и ссориться. Я понял, что жизнь слишком коротка. Чтобы тратить ее на это. И еще. Если встретите Пэгги Блю, передайте мне, что я по-прежнему буду защищать ее от языков. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.